4 марта в Госдуме составилось заседание научного совета по правотворчеству при председателе Нижней Палаты Парламента. В ходе заседания обсуждались два вопроса. Конституционный процесс на Украине и подготовка ежегодного отчета о состоянии законодательства. Открывая заседание, спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил. Надо сказать, что за последний год там принято немало отделзных актов, которые затрагивают в том числе и фундаментальные конституционные основы. Нами создана, как вы знаете, рабочая группа по мониторингу и результаты деятельности представлены в бюллетене. Второй вопрос посвящен анализу состояния российского законодательства. Вы знаете, что сейчас уже идет подготовка третьего по счету годового отчета о состоянии отечественного законодательства, где будут выявлены современные тенденции его развития, в том числе в таком актуальном сейчас сегменте, как реализация международных договоров, договоров, которые подлежали ратификации, которые были ратифицированы, а стало быть, и приобрели силу закона. А мониторинг права применения есть и полномочия, и просто обязанность парламента. Среди экспертов вновь развернулись дискуссии о пределах уступчивости национальной юрисдикции, о приоритете отечественного или международного права в случае противоречия между ними. Я хотел бы услышать ваше мнение на этот счет. Но сначала несколько слов по первому вопросу. Вы знаете, что в минских договоренностях зафиксировано обязательство Украины провести конституционную реформу. Более того, специально оговорена такая ее составляющая, как децентрализация власти. Несмотря на то, что Киев под разными предлогами пытается оттянуть ее проведение, этот вопрос все равно киевской власти придется решать по нескольким причинам. Первое, это потому что без конституционной реформы невозможно восстановить полноценный мир в этой братской для нас стране. Второе, недоверие к власти иначе, чем через конституционный диалог, через общий национальный диалог с участием всех политических сил и всех регионов страны преодолеть просто невозможно. Ведь после совершенного в феврале прошлого года вооруженного государственного переворота произошел не просто разрыв правового поля, но и перерыв в легитимности власти. Ну и, наконец, в-третьих, юридическая сила Минских соглашений, после того, как они были одобрены резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций, существенно выросла. Они, по сути, приобрели характер международно-правового акта, за ходом выполнения которых будет, конечно же, следить и мировое сообщество. Разумеется, какой быть новой конституцией Украины, решать самому украинскому народу, и мы, безусловно, не собираемся вмешиваться в его суверенное право, в суверенную компетенцию украинского народа. Но при этом нам не безразлична ни судьба Украины, ни судьба украинского народа. Наши народы просто не имеют права и не будут жить в конфрактации друг с другом. И мы вовсе не заинтересованы в том, чтобы Украина превратилась в несостоявшееся государство. К сожалению, риск такого развития события тоже исключать нельзя. И говоря уже о том, что нам не равнодушны, мы не можем быть равнодушны к судьбе и русского языка, и миллионов жителей Украины, связанных с Россией и культурой, и историей, и многочисленными семейными узами. Я рассчитываю, что голос и России, и голос правоведов России здесь будет услышан. Нам, конечно, нужно восстанавливать конструктивный диалог на всех уровнях. Я просил бы вас возобновить или оживить, или активизировать контакты с представителями юридической общественности Украины. АПЛОДИСМЕНТЫ